В Самарском регионе проходит областная общественная акция «Благородство». В этот раз она посвящается году педагога и наставничества и 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести Створянской». Номинации акции «Забота и милосердие», «Добровольчество», «Благотворительность», «Волонтеры», «Созидание», «Спасение», «Мужество» и другие. Ежегодно в Орбкомитет поступает порядка 300 и более заявок с историями, в которых рассказывается о достойных и благородных делах наших земляков. Чтобы принять участие, необходимо до 20 октября подать заявку по адресу улицы Самарская, 179, дом журналиста или на электронную почту. В Самарской области до 2025 года продлили действия льготных ставок по упрощенке и информирует городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Документ предполагает снижение налоговых ставок по упрощенной системе в три раза. Льгота коснется нескольких категорий предпринимателей. Под их действия попадают социальные предприниматели организации, предельный доход которых за год не превышает 50 миллионов рублей. Еще одной категорией являются новые ИП, зарегистрированные с 1 января этого года, и осуществляющие свою деятельность в малых населенных пунктах, где проживает не более 5000 человек. Эти предприниматели не должны торговать под акцизными товарами, а предельный уровень их годового дохода не должен превышать 10 миллионов рублей. Статус социального предприятия – субъект МСП, соответствующий определенным критериям, могут получить, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. В Красноглинском районе Самары трудолюбивые жители ежедневно создают красоту и уют около своих домов. Например, в поселке Красная Глинка на улице Батайская у дома номер 13 прекрасные цветы и ручной декор. За красоту и ежедневный труд администрация Красноглинского района благодарит Галину Маркову. Поделиться фотографиями красивых клумб во дворах можно в предложке телеграм-канала. Фотографии должно быть не менее трех. Также нужно указать фамилию, имя, отчество жителя, который благоустраивает свой двор. Фотографии.